сейчас покажу вам обычные проблемы весной вот именно так должна выглядеть хорошо перезимовавшая роза всем привет с вами ирина и канал my diy live ну что многие из вас этого ждали я этого тоже очень сильно ждала и вот оно случилось сегодня я снимаю свой самый первый садовый влог в этом сезоне и конечно же мы с вами будем раскрывать розы потому что у нас наконец-то сошел снег их наконец-то пора раскрывать я еще ничего не трогала вместе с вами посмотрю как перезимовали мои красавицы пойдемте как вы помните помимо роз у меня растет множество всего остального и честно говоря обычно я именно за все остальное переживаю больше чем за роза здесь у меня сам шит немножко потрепанный но и не побежденный немножко помялся но остальном выглядит очень неплохо так что на розы наверное этот влог у меня будет немножко сумбурный потому что я буду бегать по саду туда и сюда смотреть как что перезимовала ну вот видите сам шит совсем зелененький с этим все хорошо с края клумбы та беда которой обычно я говорила поскольку я ничего никаких дуг не ставлю сверху укрытия поэтому по краям где особенно сильно особенно близко к земле прижимается укрытие у меня часто все ломается и вот здесь видите тоже сломался к сожалению но поскольку здесь у меня флорибунда то это не так страшно здесь тоже поломанные ветки много поломанного но снега было много к тому же здесь у меня на этих клумбах в основном растут те розы которые очень плохо гнутся поэтому они ломаются легче еще один сам шит чуточку помятый но тоже совсем зеленый и красивый и еще один сам шит давних много их обожаю они такие красивые особенно сейчас когда только-только все раскроешь клумбы еще голые страшные особенно там где розы листьев нету а тут сразу зелень вот сейчас покажу вам обычную проблему весной вот такие пятна на побегах это называется инфекционный ожог видите по краю чуть-чуть фиолетовый а к центру когда высыхает побег желтеет вот он еще эта болезнь вызывается грибком и единственный способ борьбы с ней в общем то вырезать те побеги на которых вы такое увидите даже если побег поражен не полностью здесь видите совсем старенький на нем тоже инфекционный ожог если даже на побеге такое пятно не окольцовывает побег всегда есть вероятность что он пойдет дальше и тогда вот такая ветка просто засыхает я их обычно просто обрезаю ниже того места где появилась болезнь смотрите тоже инфекционный ожог но к сожалению вообще плетистые сорта этой болезни подвержены гораздо больше болезнь это развивается под укрытием условиях повышенной влажности и после того как вы розы раскрыли она очень быстро идет на убыль летом и инфекционного ожога на розах практически не встретите ну муж каш кто-то встречал я нет здесь у меня еще самшит самый большой красивый давайте на него смотреть смотрите он весь весь зеленый и считая того что он чуть-чуть помялся под укрытием с ним все отлично так что еще раз повторюсь не бойтесь сажать самшит и они прекрасно себя чувствуют наши полосе предложим укрытие давайте посмотрим второй я думаю с ним тоже все хорошо а вот и он на нем лежит роза остина кстати за что я люблю розы остина они конечно смотрите на вся вся зелененькая ни единого пятнышка инфекционного ожога вообще на ней нет все зелененькая чистенькая и прекрасно даже листочки на ней остались ну а сейчас я хочу вам показать как выглядит хорошо перезимовавшая роза то есть я конечно надеюсь что она хорошо перезимовала но на самом деле я в этом практически уверена потому что именно в этом месте моего участка очень хороший микроклимат и розы здесь хорошо зимуют я думаю про микроклимат слышали многие из вас но я думаю что не все знают что даже в рамках одного участка одного сада даже совсем небольшого у меня сад 10 соток микроклимат может очень сильно отличаться у меня сад имеет небольшой уклон в принципе не очень заметный но этого достаточно для того чтобы была достаточно большая разница в условиях для роз одна часть где я сейчас нахожусь она высокая она солнечная солнышко всегда здесь пригревает и и розы здесь просыпаются раньше чем в нижней части участка и всегда зацветают тоже раньше иногда где-то на целую неделю в нижней части участка честно говоря для роз не очень хорошие условия у меня они там многие замерзали и выживают там только самые выносливые сорта ну а здесь у меня такой благоприятный очень местечко для роз и практически всегда они в очень хорошем состоянии выходит сейчас я вам покажу ну вот смотрите то о чем я и говорила побеги зеленые по всей длине видите на вот видите уже почки достаточно сильно выдвинулись в отличие от роз в нижней части сада здесь уже прямо они практически тронулись в рост здесь тоже есть поломанные вот она поломанная ветка есть какие-то старые которые надо удалять здесь у меня морозники видите я их обожаю мне кажется это мои самые любимые весенние цветы вот здесь у меня очень красивый сорт и вы видите такая малиновая серединка очень красивый чуть дальше у меня растет еще один куст это самый простой кавказский морозник если кто застал в свое время в павильоне космос на ВВЦ были очень большие развалы где продавали цветы с кавказа и я бессовестно поощрила браконьеров купив этот куст свое время он уже очень старенький мне кажется ему лет десять так точно сейчас он еще только-только начинает расцветать но буквально через неделю или через две недели тут будет такая высокая купа цветов целая маленькая клумбочка весной потрясно смотрится очень мне нравится мне кажется весенние цветы они всегда самые-самые желанные потому что еще ничего не цветет всегда очень приятно видеть в саду первую зелень первые распускающиеся почки и конечно же первые цветы кстати сказать он вечно зеленый видите у него листики зеленые выходят после зимы я его сейчас чуть-чуть расправлю они поднимутся и он будет просто красавец ну а здесь живет моя гортензия макрофила гортензия крупнолесная, которую я вам показывала в прошлом году снималась на ее фоне, она очень красиво цветет но сейчас я ее раскрою, подниму и закрою обратно потому что еще велик риск возвратных заморозков именно эти возвратные заморозки для гортензии наиболее опасны они поражают цветочные почки после этого она конечно уже не зацветет поэтому я всегда ее открываю, поднимаю, чтобы куст уже приобрел нужную форму а дальше прячу обратно под лутеросил для того, чтобы защитить от возвратных заморозков но сейчас покажу как она выглядит после зимовки выглядит на самом деле достаточно устрашающе но не нужно этого бояться на самом деле побеги абсолютно живые хотя они будут черные, скользкие, покрытые такой неприятной субстанцией но не бойтесь этого, это все нормально, это бывает так каждый год и это не мешает гортензии хорошо расти и цвести пойдемте смотреть ну честно говоря все не так устрашающе как я вам обещала видимо уже все подсохло либо было достаточно сухо этой весной смотрите уже видно зеленые почки а вот эта вся черная склизкость, которую я обещала вам показать она уже подсохла на самом деле листья, которые остаются я раньше их удаляла, но потом поняла, что даже если их оставлять вот это вот все, оно нисколько не мешает гортензии хорошо зимовать поэтому я пренебрегаю этой операцией вот смотрите, вот из этих почек будут появляться летом цветы их нужно максимально сохранить особенно верхушечные они самые-самые нежные и именно их легче всего повреждают заморозки поэтому я гортензию раскрываю уже в середине мая иногда даже ближе к июню и если я вижу, что по прогнозу погоды обещают какие-то возвратные заморозки или их угрозу я обязательно закрываю гортензию я ее открываю позже всех растений в саду даже когда уже все раскрыто, все растет она у меня все еще под укрытием именно благодаря такой агротехнике и получается добиться цветения если честно, то я никогда стараюсь не делать выводов о зимовке роз в первый момент, когда их только раскрою потому что очень часто бывает, что вот вы раскрыли у вас уже почки зеленые все побеги зеленые, вы обрадовались а на следующей неделе вы приезжаете в сад и все вот это вот высохло потому что где-нибудь... ой, смотрите лягушка видите, да? первая лягушка в этом году да, вернемся к нашим баранам так вот, очень часто бывает, что где-нибудь у основания у вас или морозобойны на побеге такие продольные трещины, которые влажные на которые может легко попасть инфекция эта трещина, она может спровоцировать высыхание побегов либо инфекционный ожог вот такие болячки очень характерны весной но видите, в серединке уже такая бурая ткань и по краям фиолетовая кайма вот этот инфекционный ожог, который... видите, вот здесь вот был шип он отломался и в это место попала, видимо, инфекция выше этого места скорее всего вся вот эта ветка засохнет даже если не засохнет то питание ее будет, конечно же, ограничиваться потому что будет здесь какой-то некроз и эта ветка уже цвести хорошо не будет поэтому лучше всего, конечно, такие побеги удалять чем мы и займемся на следующей неделе здесь, видите, уже достаточно много очагов инфекции везде, где были какие-то повреждения на побеги везде побег потемнел вот здесь тоже все это придется вырезать сейчас я вам покажу розу которая растет у меня в самых благоприятных условиях это самое-самое высокое место в саду где все розы у меня всегда хорошо зимуют вот она это плетистый сорт и вот здесь все, как видите, замечательно видите, она все зеленая по всей длине у нее уже проснулись почки место самое теплое светлое в саду и поэтому здесь уже прям вот роза уже пошла в рост в отличие от более холодных участков здесь тоже, возможно, какие-то места которые погибнут вот здесь, видите, ветка уже сухая ее нужно удалять но в основном от самого основания побег зеленый по всей длине и вот такие ветки, конечно будут хорошо цвести расти вот именно так должна выглядеть хорошо перезимовавшая роза чистые побеги набухшие почки и отсутствие вот этих очагов инфекции ну хотя, конечно, тоже в небольшом количестве может присутствовать но явно не в таком объеме, как на розе который я до этого показала а вот здесь, смотрите, уже почки прямо даже пошли в рост вот поэтому тянуть с раскрытием этого куста было дальше нельзя если бы я еще на недельку задержалась то вот эти почки бы уже выдвинулись и стали кривыми потому что они бы, конечно, пошли вверх а не туда, куда они смотрят и куст бы получился однобокий вот вот еще один пример хорошо перезимовавшие розы видите по всему объему зелененькая и вот здесь видно почки уже тронулись в рост вот вот здесь у меня печаль-печаль это пихта сорта айсбрейкер ледокол и видите, у нее верхние веточки, к сожалению, все осыпались не очень хорошо она вышла из зимы хотя, возможно, дело на самом деле не только в зимовке я ее пересаживала а хвойные, конечно, не очень хорошо переносят пересадку возможно, просто это замедленная реакция но, тем не менее, видите он такой вот бедный буду его отливать гуматом здесь у меня древовидный пион я в свое время накупила огромное количество пионов древовидных знаете, по весне продаются китайские сорта со всяческими поэтичными названиями зеленая, жемчужины, горыцы или что-то в этом духе ни один из них у меня не цвел и не выжил, а выжил только вот этот он финский мне кажется, я покупала его в мире увлечений, но я уже не уверена это единственный пион который зимует и цветет после этого вот видите, он уже выпускает листочки он очень красивый, розовый кусту уже достаточно много лет, но, как видите он такой невысокий сильно большой не вырастает все-таки ему у нас холодно и плохо так что, если хотите древовидный пион все-таки выбирайте либо что-то видовое у нас в ботсаду МГУ я видела много пионов древовидных они все цветут каждый год но они все местных сортов выведенные в нашем ботсаду то они чувствуют себя хорошо а все то китайское то, что продается не берите смысла никакого в этом нет кстати сказать, я в свое время читала про эти сорта пионов китайских, и как выяснилось дело не в том, что они китайские дело в наших продавцах, к сожалению дело в том, что в Китае ну, я думаю все знают, Китай достаточно большой у них есть южные провинции есть провинции северные и если южные они практически имеют климат близкий к тропическому то северные вполне по климату могут быть близки к нашим садам особенно к условиям Подмосковья но дело в том, что на юге, естественно, все растет лучше и саженцы там дешевле поэтому наши продавцы да, я сделаю вот так поэтому наши продавцы берут то, что дешевле и заказывают те саженцы, которые выращены на юге и они у нас конечно же конечно же не зимуют но если бы их покупали на севере они вполне могли бы расти но, к сожалению, имеем то, что имеем пойдемте дальше моя боль и печаль каждую весну это клематисы потому что я открываю укрытия я вижу, что они перезимовали у них на побегах почечки проснулись они уже зеленые набухшие но как только я их поднимаю где-нибудь основания я обязательно ломаю побеги мне всегда их безумно жалко и я до сих пор еще не знаю способа как поднять клематис после зимовки чтобы не поломать они почему-то именно весной безумно хрупкие их очень сложно подняв не сломать если кто-то знает способ обязательно напишите мне я буду очень признательна здесь у меня целых три сорта растут вдоль забора у нас буквально год или два назад соседи нам сделали вот такой страшненький зеленый глухой забор я его пытаюсь всячески скрыть я посадила несколько сортов клематисов посадила лимонник посадила каприфоль я очень надеюсь, что буквально через пару лет оно все вот это завьет и этого ужаса зеленого будет не видно вот смотрите вот они почечки, видите? веточки абсолютно живые они хорошо перезимовали самое обидное, что это сорт сейчас не помню, пущу по экрану название он темно-синий он лучше цветет как раз на перезимовавших побегах, это клематис второй группы обрезки и поэтому, конечно, очень хочется каждый год сохранить эти побеги но мне практически никогда не удается я половину ломаю кстати, вот видите, у меня здесь идет шланг, это микрокапельный полив в прошлом году на продукцию гардена на озоне была акция и мы купили микрокапельный полив вот этот шланг длиной 50 метров, если я не ошибаюсь в прошлом году очень понравилось включаешь кран, оно тихонечко капает поливает весь сад у меня достаточно сыро в саду и в принципе, я до сих пор не обзавелась микрокапельным поливом вот это первый год первая проба пера обещали, что если снять центральный блок то вот эти шланги можно на зиму не убирать и ничего не трескается, не ломается вот как дадут воду в садовом водопроводе включим, проверим обязательно расскажу давайте посмотрим, как бамбук перезимовал вот сейчас легким движением руки у меня появится огромный зеленый куст в саду смотрите его, конечно, придется расправить но даже несмотря на это видите, он совершенно зеленый и ранней весной такую зелень особенно приятно видеть а вот здесь у меня страшное ужасное болото, которое я давно давно хочу переделать видите, у меня здесь водоемчик у меня здесь росла кувшинка но я его очень давно не чистила давно им не занималась он зарос вода вся уже такая гнилая, грязная и, конечно, такое ужасное болото которое нужно менять, как-то чистить возможно засыпать а здесь у меня то самое место где розы зимуют плохо у меня здесь растет сейчас штамп сорта Тантау еще у меня здесь растет роза, которая вырастила из черенка мне ее дала эту розу Любовь Иванна Бумбеева куратор розария главного ботанического сада российской академии наук мне очень она понравилась у нее такой зеленоватый белый цвет она очень красивая сорт не знаю но взяла, поскольку очень понравились цветки давайте смотреть, что тут происходит потому что здесь обычно все очень радужно вот смотрите здесь, конечно, и много-много сухих веток и поражений инфекционного ожога много видите здесь прямо вот такие вот места боляло это какие-то повреждения в них попала плесень здесь тоже плесень здесь место очень сырое очень низкое это для роз конечно смерти подобно я каждый год много очень веток вырезаю зимует из рук вон плохо хотя в принципе плетистый сорт но видите микроклимат очень большой имеет значение вот здесь видите много пятен здесь тоже это все придется убирать и конечно роза не зацветет в этом году потому что когда убираешь больше третьих победов плетистые розы вот видите весь побег покрыт болячками к сожалению в этом месте у меня розам живется очень плохо и вероятно я все-таки их сюда сажать больше не буду все-таки сырое низкое место это не тот случай куда стоит сажать розы даже если там солнечно ну что ж я надеюсь вам понравилась моя первая весенняя прогулка по саду обязательно пишите мне в комментариях свои вопросы про розы про сад и другие растения я постараюсь на всем по максимуму ответить в следующем выпуске на сегодня все всем пока